Добрый вечер, уважаемые коллеги, в традиционной пресс-конференции перед матчем 2-го прадиционного раунда Лиги Европы и УЕФА. Представляю вам от нашей команды, кто делегирован на пресс-конференцию, это главный дейнер Владимир Никитенко и защитник нашей команды Алексей Молдаров. Хед-коуч Владимир Никитенко и дефендер Активи-тим Алексей Молдаров. К нашему сожалению, мы не очень неудачно сыграли в матче в Норвегии, проиграли 1-0. Ну и в ответной встрече мы надеемся на положительный результат и приложим все силы для того, чтобы удавиться. Энгел Владимирович, Анс Владимирович, все ли в строю, выиграл и Саша Генрих? Ну у нас еще сегодня одно занятие есть, сейчас мы определяемся, у нас игра была, недавно игра была еще с Кайратом, поэтому сейчас мы определяемся, кто у нас в каком составе, и по здоровью тоже. Ну короткий промежуток в времени, поэтому в основном восстановительный план. Вы считаете фаворитов в Активи-газначной игре? Игра покажет, в качестве игры каждой команды определить, кто уговорит, то мы надеемся на то, что мы будем хорошо играть. Вопрос к Алексею. Алексей, жара, устанавливающийся на дням, нашим союзникам и бортилигам? Да, я думаю, обоим будет тяжело, потом им тоже, имя. Мы разводимая в ВГ, как бы много компонентов, победы и поражений, все-таки, что завтра, на ваш взгляд, будет решающим? Да. А где как? То есть артисты мы переиграем? Национальная готовность команд? Или мотивация, воля, дух? Ну, я думаю, что в Морлеве была такая равная игра, но больше моментов создали на рейсце. Я думаю, завтра будет все решать характер и проявление характера, воли. И отсюда уже качество игры. От проявления характера будет проявляться качество игры каждого игрока и команды в целом, в организации, тактике, физическом состоянии. Прежде всего, характер. На рейсце характера не занимаетесь. Возможно, смогут наши игроки прыгнуть выше головы, если это будет не опасно сделать, чтобы проявить. Я думаю, мы должны перепрыгнуть их на 100%. Дальше быстро, держаться некуда. Была ли у вас встреча, Владимир Ильич, с главой области накануне этого матча? И какие слова на смотрения вам сказали? Да, у нас была встреча. Ну, и, в принципе, как раз наставление было на то, чтобы проявить себя в полной мере в матче с норвежьей командой. Мы проявили себя в самых лучших качествах. Это в общем плане. Так вот, что вот у нас произошло. То есть, руководители нам проявить наши самые лучшие качества во всех направлениях. Владимир Ильич, способна ли вчерашняя победа «Шахтера» на «Хвате» преподнести какую-то дополнительную мотивацию для наших игроков? Я думаю, да. Ребята, мы все рады очень победе «Шахтера», потому что серьезная команда выиграна. И я думаю, где-то какой-то процент, какой-то обязательно должен сыграть. Потому что мы играем не только за город, за клуб, за наших болельщиков, но еще и представляем честь страны. Поэтому, я думаю, дополнительную мотивацию обязательно будет. Ну, да, так чуть-чуть, но и наш «Шахтер» меньше волнует сейчас и больше на всякой станции «Фридерман». Команда, мягко говоря, показывает очень хороший результат. Три последних поражения. То есть, Кустаная у нас, Кайратова, обидная реча, в Рорвегии проиграли. На фоне этого присутствует какое-то настроение плохое перед матчем. Или уже все забыто, и нужно играть только завтра, и думаем о завтрашнем матче. Да, конечно, все мы забыли уже. Мы профессионалы. И думаем, что мы еще сильнее стали после этих неудачей. Вчера я слышал, что я слышал, что я слышал от Казахстана, в Ослове, что два из своих игроков не получили визу. Казахстан знает о том, что это? Это очень известная история в Казахстане? Вы знаете, что вчера двойка не получили визу. Вы знаете, что это будет? Нет, он не знает. Потому что некоторые люди в Норвеге думают, что это неудачно, потому что они не были заданы причины для этого. Это два из лучших игроков. И я думаю, что это может быть турки из Казахстана, которые работают вместе с Афтулой, чтобы остановить их, чтобы они не получили большую возможность победить. Ну, во-первых, не было причины. Мне объясню, почему они не выдали визу. Скорее всего, может быть, то, что они игроки основного состава. Поэтому, может, как вы думаете? Как вы думаете? Я думаю, что это только вредит взаимоотношениям наших стран. Вот эти инциденты, честно говоря, и в нашей игре, в предыдущей, тоже был такой прецедент. Не инцидент, а прецедент. Я думаю, только вредит нашим странам. У нас нормальная, демократическая страна. Я не знаю, почему наших футболистов не пустили. Теперь здесь я, честно говоря, не в курсе в этой политике. Я не понимаю вообще, в политике я не понимаю, почему. Ну, что нам делать? Только сожалею. Я сожалею. Я сожалею, что так происходит. Вообще, УЕФА – это организация международная, федерация. Турбатист сразу зеленый свет давает. Я думаю, это УЕФА – это интернациональная организация? Зеленый свет сразу. Все посольства, все правительства. Это спорт. Спорт – это мир. Это, прежде всего, дружба международа. Дружба. Френчек международа. Я так понимаю. Вообще, так как только идет спортивное соревнование, все должно быть открыто. Со всех сторон. Со всех сторон. К сожалению, в Норвегии произошло так. Почему, я не знаю. Мы еще тоже сожалеяли. Ну, раз произошло, произошло. Может быть, терроризм. Может, какой-нибудь там, я не знаю, инциденты какие-то. Может, у кого-то какие-то там проблемы были с проездными границами. Мы сейчас не можем знать. Я не специалист. Мы тоже хотим задать вопрос. Ответный вопрос. Почему игроков, которые объехали весь мир во всех странах, были, везде их пускали, а в Норвегию почему-то не пустил. Он задал вопрос. Почему игроков, которые говорят, что в Норвегии мы можем идти? Какая причина? Почему в Норвегии не дали Лиза? Ты оставил письма. Я не специалист, поэтому не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Вы сказали, что тебе помогали в бумаге. Все бумаги были выданы в этот день. Отравлены, потому что одновременно всей команды. Всей команды, которая, в том числе и Кинзрика, и Кабадзе. Почему-то их будут поддомоги. Сейчас мы не будем обсуждать вопросы. Наши вопросы. Наше настроение было очень плохое. Мы сейчас не будем это обсуждать. У нас на Домбире не было очень плохое настроение. Но мы сейчас не будем этот вопрос обсуждать. Потому что раньше это было плохое настроение. Есть еще вопросы по предстоящей игре? Есть? Нет? Все. Всем спасибо.